еще архимед утверждал что дайте мне точку опоры и я переверну землю смелое заявление опытным путем проверять его конечно не будем но пофантазировать то можно в этом выпуске только этим и будем заниматься и еще немного умничать enjoy масса земли известна тело с такой массой весила бы на земле круглым числом 6 на 10 в двадцать первой степени тонн если взрослый человек может непосредственно поднять только 60 килограмм то чтобы поднять землю ему понадобится приложить свои руки к длинному плечу рычага которая больше короткого в 100 секстиллионов раз далековато бы пришлось запустить архимеда но вот вопрос нафига это вообще надо смещать землю с орбиты удивительно наученые занимаются этим не по приколу по крайней мере не только по приколу очень заезженные в научпопе факт каждый миллиард лет солнце становится горячее на десять процентов когда станет совсем жарко очень хотелось бы оказаться немного подальше потому что кондиционеры такое уже не вывезут для безопасности достаточно отодвинуть от него землю всего на пять процентов чтобы орбита земли стала немного шире надо увеличить скорость планеты на 1200 метров в секунду для этого достаточно ежегодно придавать ей ускорение всего в одну целую две десятых микрометра на секунду в квадрате за год астрофизики в целом ищут способы сдвигать небесные тела с их траектории например астероиды и космический мусор это и весело и полезно на их поверхности можно делать ядерные взрывы или сталкивать с ними специальные космические аппараты чтобы посмотреть что будет правда нужны определенная скорость или масса для импульса на это уже частности землей так просто не получится как вы понимаете во первых масса внушает уваженнице во вторых ядерный взрыв явно не лучший способ сохранения жизни на земле можно воспользоваться реактивными двигателями для смещения того же астероида это вполне рабочая схема но для смещения земли не хватит всех имеющихся углеводородов на планете как так ведь у нас куча нефти и газа подумает кто-то и получит осуждающий взгляд в ответ представим что мы попытались успеть сдвинуть планету за миллиард лет нам нужно тяга примерно двести двадцать семь миллиардов ньютонов потому что мы перемножили нужное нам ускорение и массу земли на самом деле не так уж много столько весит куб воды со стороной 284 метра какой эффективный ракета-носитель взять для задачи нам подойдет американские сатурн 5 но не один а почти 7000 таких штук но и фиг с ним но такой маневр длиной в миллиард лет сажет примерно треть массы земли так себе решение можно попробовать использовать ионы и двигатели которые выпускают поток заряженных частиц в теории люди способны такое разработать да и с точки зрения физики это реалистично роберт зубрин в 1996 году взялся это рассчитать такие двигатели выбрасывают ионы инертных газов ртути или других элементов со скоростью до 60 тысяч метров в секунду так мы потратим только два процента массы земли но потребуется мощность в тринадцать тысяч 600 терават то есть примерно 800 раз больше современной мощности всех электростанций земли к тому же эти двигатели будут просто колоссальных размеров их просто так не натыкаешь на земле они сдуют атмосферу поэтому придется построить все на высоте в 1000 километров и там надежно закрепить иначе они еще и в планету влетят во всех этих расчетах стоит учитывать и взаимодействие луны и земли на траекторию планеты могут влиять ее спутники но если мы заденем или сдуем его нам это не очень понравится поверьте наконец есть еще один вариант фотонный двигатель у него скорость истечения рабочего тела фотонов 300 миллионов метров в секунду можно просто установить их на экваторе и светить ими в небо в определенные часы когда земля повернута в нужную нам сторону дело за малым в этом случае нужно будет выдать мощность 68 миллионов тераватт но лет через 900 человечество наверняка овладеет такими энергетическими возможностями если доживет еще и вариант когда нам все равно на то останется ли жизнь на земле исследователи из пристана рассчитали что землю может сдвинуть столкновение с гигантским метеоритом мощность удара будет в 2 миллиона раз больше чем взрыв водородные бомбы будет большой бум эффектно и красиво но пары материков точно не досчитаемся ну и наконец волшебные солнечные паруса свет несет импульс но не имеет массы поэтому мы можем использовать для смещения планеты очень мощный продолжительный и сфокусированный луч света например лазера теоретически в этом случае можно будет использовать энергию самого солнца никаким образом не используя массу самой земли но расчеты проекта break for starshot в ходе которого планируют запустить маленький космический зонд к ближайшей системе показали очень мощная 100 гигаваттная лазерная установка толкала бы наш парус 3 квинтиллиона лет чтобы достигнуть целей по изменению орбиты неэффективно наиболее реальный или наименее безумный вариант предлагает описанная ньютоном и энштейном но все же такая загадочная гравитация мы уже ее используем для перемещения зондов и космических кораблей в космосе так называемый гравитационный маневр позволяет одним объектом отталкиваться от других объектов с более сильным гравитационным полем экономить топливо и увеличивать свою скорость когда астероид пролетает недалеко от земли он не только попадает под воздействие ее гравитационного поля но и сам передает некоторый импульс понятно что одного такого астероида не хватит но что если их будет миллион их совместное взаимодействие растянутая во времени может сдвинуть планету с орбиты лайк если понял в чем прикол гравитационного маневра подписка если было интересно узнать про солнечные паруса удар в колокол чтобы не пропустить новые видео всем наука ведь наука это весело